Пора их брать к нам в Россию, к Россию-матушку, как Крым вернуть домой. Мы должны защищать своих, потому что там мясорубка, и уже сколько лет это длится. Нужно обязательно помочь людям. А хуже не будет? Всё может быть. Так, накануне полномасштабной войны в Украине, россияне высказывали своё мнение об оккупированном Донбассе, уверяя, что в составе России местным жителям будет намного лучше. Помогать им ННР, ДНР, и референдум какой-то сделать, чтобы согласны они к нам присоединиться или нет. И всё. И вопрос решён будет. И там же они не рыпнутся вообще. Там кончится сразу война. Референдум о присоединении к России ранее частично оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей уже серьёзно готовились провести в середине мая. Планы провалились из-за неудач российской армии в боевых действиях на востоке Украины. Итоги референдума такого не вполне очевидны, они вполне понятны. Но подходить к нему уже в практической плоскости будет целесообразно после того, когда мы выйдем на конституционные границы Донецкой и Луганских народных республик. О референдуме говорили и в отношении оккупированной Херсонской области. Сначала хотели провозгласить независимость от Украины и создать псевдореспублику ХАНР. Затем идею тоже отложили. Мы не собираемся менять режим на Украине. Мы говорили об этом многократно. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Но в области уже пытаются ввести в оборот рубли вместо гривен и обещают местным жителям упрощённую систему получения российских паспортов. При этом денег на восстановление разрушенных оккупированных территорий Украины у России нет, говорят эксперты. Скорее всего, будут намереваться присоединить южную часть оккупированной ими Украины к Крыму для того, чтобы сохранить сухопутный коридор от так называемых ДНР и ЛНР в Крым. Это первый момент. А сами вот эти так называемые республики, они включать не будут. Они сделают союзное государство, куда включат кроме этого ещё и временно оккупированные территории Грузии. Хотят ли действительно россияне при соединении оккупированных территорий, сложно анализировать с учётом того, что на большую часть населения действуют нарративы пропаганды, считают правозащитники. Много русских в этом даже не разбираются, потому что когда Крым, они оккупировали у нас и потом аннексировали, да, понятно, Крым, море, горы, им это внушили, это хорошо. А что такое Донбасс, ну много кто из них и не знает. А если те, кто знают, как правило, это шахтёры, они понимают, что им, в принципе, он не нужен. Решение расширения территории руководство России принимает без заглядки на мнение своего народа. То есть Российская Федерация присоединяет к себе территории, во-первых, для чего? Для того, чтобы их грабить, для того, чтобы их эксплуатировать, для того, чтобы забирать в прямом смысле людской ресурс с этих территорий. По последним социологическим данным, почти треть молодёжи России – это этнос. Русских только 11%. Если кто-то из-за вхождения оккупированных территорий в состав РФ, то это лишь малая часть страны. В Московской области и вот в этой европейской части России, она ведь даже не центральная, она у них самая западная в Российской Федерации, они хотят присоединения. Например, та же республика Бурятия, она наоборот хочет отсоединения от Российской Федерации. В Урале большие настроения сепаратизма. То есть фактически отдалённые республики от Москвы, они хотят отсоединения от Российской Федерации. В то время как Россия хочет оккупировать новые территории. Также, по словам правозащитников, не все россияне могут реально оценить последствия вторжения России в Украину. Как и не отдают себе отчёт, какие экономические и политические процессы сейчас запущены в их стране. Виктория Синько, специально для информационного марафона Freedom, телеканала UA.